Рано или поздно все научные открытия и изобретения неизбежно проходят проверку на применимость в военной сфере. Так случилось с самолетами, вертолетами, наконец, с ядерной реакцией. Освоение человеком космоса также быстро вышло за пределы сугубо мирных достижений. Еще в 1959 году американцы запустили первый разведывательный спутник «Дискаверер». Допускать безнаказанное наблюдение за территорией СССР из космоса нельзя. И четвертый НИИ Минобороны приступил к изучению вопроса, как бы сейчас сказали, «звездных войн». Одновременно рассматривали проекты разведывательного аппарата и космического оружия, способного уничтожать вражеские спутники. В работу поступили предложения сразу трех научных групп. Королева, фактически главного по космосу во всем Союзе, Янгеля и Челомея. В итоге победили военно-космические разработки ОКБ-52 во главе с Владимиром Челомеем. Иногда этот факт объясняют легким недоверием партийного руководства страны к отцу советского ракетостроения Королеву, ранее чуть не окончившего жизнь в ГУЛАГе. В свою очередь у Челомея в ОКБ трудился Сергей Никитич Хрущев, сын главы партии, что тоже могло повлиять на выбор именно этой группы конструкторов. Рабочие тертежи ракеты были готовы к октябрю 61-го года. Эскизный проект в мае 62-го. Работа по самому спутнику продвигалась быстрее. На деле работу над ним вели не только подопечные Челомея, так как масштаб затеи был очень амбициозным. Проектирование комплексов радиоуправления вело СКБ-41, средства ориентации и стабилизации СКБ-36, средства телеизмерения СКБ-34. Сложной системой управления спутника занимались академики Александр Расплетин и Анатолий Савин. Для управления спутником разработаны двигатели многоразового включения в космосе, прорыв по тем временам. Для разгона и поперечного отклонения аппарата использовали сразу шесть двигателей с тягой по 400 кг. 16 апреля 62-го года отставания в разработке ракеты попытались ликвидировать очередным волевым постановлением, призывавшим сосредоточить все силы на создании универсальной ракеты УР-200 в варианте мышконтинентальной ракеты с баллистической траекторией для транспортировки спецзаряда с началом летних испытаний 4-й квартал 63-го года. Однако через год стало ясно, что УКБ-52 постановление не исполнит. В итоге пришлось все же обращаться к опыту Королева и использовать его ракетоноситель Р-7. Именно эта ракета вывела на орбиту Полет-1. Апогей технических решений космического строения начала 60-х. На следующий день правда рапортовала о достижении советских ученых, запуске первого управляемого спутника. В статье, разумеется, не было ни слова о том, что Полет-1 – это прототип космического оружия, способного уничтожать вражеские спутники. Через год, в октябре 64-го, работы по созданию действующей модели спутника-перехватчика передали Королеву и Янгелю, тем самым которым Хрущев отказал в начале. 1 ноября стала важной военно-космической датой. Ровно пять лет спустя, 1 ноября 1968 года, спутник Космос-252 поразил направленным взрывом мишень, другой спутник – Космос-248. Вот уже полувека, как космос, так мало изученный человеком, стал потенциальной ареной сражений.